Дорогие мои, всем привет! Всех с началом лета! Началось лето, это прекрасно! У нас с вами 5 июня, уже почти целая неделя лета. Так что всем прекрасного отдыха, чудесного! Загорать, купаться, сажать цветочки, в общем, вести настоящую летнюю жизнь. А у нас с вами сегодня понедельничная гадалка. И я уже готова, я уже мешаю карты, чтобы посмотреть, что же нас с вами ждет. Из наших школьных новостей, во-первых, 5 июня, уже сегодня состоится вебинар «Магия защиты и безопасности» в 20.00. Владимир Николаев вас приглашает. У него начнется скоро мини-курс по как раз «Магии защиты и безопасности». И сегодня будет бесплатный вебинар. Полезный, потому что на этом вебинаре вы узнаете, как сделать свою жизнь безопаснее, как сделать себя и своих близких защищенными. Слушайте, но в этой жизни, мне кажется, важнее вообще ничего нет, чем быть в безопасности. Поэтому вебинар для вас. Так, что у нас еще интересного? Ну, полнолуние, вовсю прям, вовсю у нас идет полнолуние. А это прекрасно. Не забываем колдовать на любовь и деньги, потому что это прекрасно. Это самый мощный день. У нас полнолуние. Прям прекрасное. Так, а теперь давайте погодим. Так, ваша задача – задумать желание. Ваша задача. У кого нет желания, вдруг у нас есть такие люди. Ваша задача – тогда сформулировать внутри себя мысль, что ждет меня на этой неделе. И загадать число от 1 до 4. Готово? Так, я готова. Я загадала желание. Вы думаете, что я так думала? Итак, поехали. Карта номер 1. А это для тех, кто задумал карту номер 2. Для тех, кто задумал карту номер 3. И кто задумал карту номер 4. Слушайте, всегда так волнительно. Ну что, смотрим. Если вы задумали карту номер 1, то вас ждет четверка мечей. Тяжелая неделя. Я вот думаю, слушайте, гонца с плохой вестью уже раньше, по-моему, казнили. Так что я начинаю волноваться. Но мы сейчас ее откорректируем. Итак, тяжелая неделя. Надо быть очень осторожными, внимательными, не заболеть. Можно впасть в уныние, в тоску. Не будет энергии, не будет сил. Все будет валиться и сыпаться из рук. Но это очень плохо, когда начинается лето. Поэтому давайте вытащим коррекционную карту. Итак, для тех, кто задумал карту номер 1. И у них выпала четверка мечей. Где все процессы затягиваются, все стопорится. Мы вытаскиваем карту форы. И это король чаш. Так, дорогие мои, а это совсем другая история. Перепрограммируемся. Король чаш. Это, боже, встреча с любимым, хорошее времяпровождение. Это, ну, в общем, какая-то романтическая история. Как можно больше наслаждаемся, отдыхаем, выпиваем, танцуем, целуемся. И делаем всякие разные прелести. Все. Значит, быстренько кладете короля чаш, чтобы четверка мечей даже не вздумала там встать. Короля чаш, свою фотографию. И ставим на нее свечу, зажигаем огонь. Читаем. Асфаэра галмус, эсабра фалора, болот, кеба, даур, алиарга, галмат, фанрот, амэй. Да будет так. Все. Пусть свеча горит. Ну что, теперь посмотрим, кто задумал карту номер два. Слушайте, у нас какая-то сегодня безобразная карта. Четверка чаш. Ну, у Кроуля она называется лакшери. Роскошь. Возможно, нас ждет роскошь. Но я не люблю четверки. Я вот так, по своему опыту, четверка чаш. По ней все зависает. Вроде нет отказа, вроде неплохо, вроде тебя никто не обидел. Но ничего не реализовывается. Вот все в ожидании висит. Лениво что-то делать. Как-то ничего не хочется делать. Поэтому, может, мы тоже давайте вытащим фору. Но я просто задумала карту номер два. У меня важная была мысль. У меня ничего не должно задержаться. И все должно произойти. Поэтому тащим фору. Я сегодня, видите, какая бодрая. Оба. Слушайте, карты между собой договорились. Фора к четверке мечей была король чаш, а фора к четверке чаш – рыцарь чаш. Представляете, что творится? Рыцарь чаш – это значит, у вас впереди классное развитие событий. Любых. Все, про что вы думали, будет развиваться легко, изящно, с везением. Можно покупать подарки. Можно дарить подарки. Можно получать подарки. Опять же, любовь, секс, радость и удовольствие. Можно отправляться в путешествие. В общем, все, что вы будете делать, будет легко и приятно. Учиться, работать. Вот все будет в кайф. Да, будет. Так, не забываем. Фотография. Я вот сейчас сразу поставлю. Фотография, свеча, асфайрогалмус. И все будет окей. Ну что, может у нас счастливчики. Те, кто задумал карту номер три. О-о-о. А что за неделя такая? Сейчас все откорректируем. В общем, те, кто задумали карту номер три, семерка мечей, пожалуйста, бога ради, не вздумайте вкладывать куда-то деньги, кому-то давать в долг. Обманут, украдут, да, семерка мечей про обман, предательство, воровство. И это, в общем, все, что вы будете делать, все, во что вы поверите, все любые люди, с которыми вы познакомитесь, это все будет не то, чем кажется на самом деле. Очень неприятная карта. Тащим фору. То есть у нас сегодня такое гадание. Тащим фору. И не нравится мне эта фора. Ну вот, окей. Тройка жезлов. Берем тройку жезлов. Это когда все по-честному. Она прямо противостоит тройке мечей. Это прекрасно. Ой, семерке мечей. Да, если там обман, то здесь все по-честному. Поэтому тройка жезлов надежно, партнерски, хорошо завершать дела, хорошо много работать, хорошо решать вопросы, не лениться по ней, действовать разумно, взвешенно и в союзе с кем-нибудь. Вообще самое главное, что эта карта честная. Ставим свечу. Асфаерогалмус. И четвертая карта. Может не показывать? Давайте я вам сразу фору вытащу. Я не буду тем, кто задумал четвертую карту, я не буду вам ее показывать. Думайте, что хотите. Вытащим сразу фору. Такое у нас будет гадание. Вот отлично. Итак, фора. Тройка пентаклей, друзья мои. И это прекрасно. Она называется у кровли работа. То есть хорошая рабочая неделя. Хорошо работать с деньгами. То есть если вам надо их куда-то вложить, что-то купить важное, на что-то потратить. Пожалуйста. Тройка пентаклей для вас. Она такая, в общем, деловая карта. Это все, что могу сказать. Со здоровьем все ок. Все будет идти по плану. Все будет решаться так, как вы захотите. Не забываем, пожалуйста, что это карта форы. Поэтому ставим свечу. Какой-то у нас получилось с вами веселое гадание. Ничего страшного. Мы с вами совсем справимся. Для нас, магов, нет предела. Совершенство. Дорогие мои. И все равно хорошей недели. Потому что мы уже с вами все откорректировали. Субтитры сделал DimaTorzok